Архитектурные проекты новых зданий будут создавать при помощи BIM-моделирования. Внедрение цифровых технологий в сферу строительства обсуждают на международной конференции в Челябинске. Своим опытом делятся специалисты из Беларуси, Азербайджана и других стран. Подробности о новшествах расскажет Егор Хвисюк. Седьмая международная конференция технического регулирования в области строительства проходит в грант отелей «Витгов». Участие в ней принимают около 150 человек. Это, конечно же, представители строительных компаний, органов власти, эксперты в области строительства, экспертизы и проектирования. Также принимает участие в ней глава госглав экспертизы Игорь Манулов, а также заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Своим опытом одними из первых делятся представители Беларуси. Они рассказывают, что в республике сейчас особо продвигается сфера строительства арендного жилья. В частности, сейчас такие активные мероприятия реализуются для новых производств, которые для нас интересны, для республики. Ну и в частности, эти решения позволяют привлечь специалистов, задержать их на этих рабочих местах. Об успехах в сфере строительства делятся и коллеги из Азербайджана. Они в первую очередь заинтересованы обсуждением цифровых технологий, которые сейчас принимаются в строительстве. В их стране уже введен пилотный проект, когда незначительные проекты можно, согласовав, не приходя лично к чиновникам, а просто отправив им все документы в виде цифры. Они могут прямо на нашу электронную почту отправить. И мы сейчас в течение 15 дней, если все документы проектной работы в полном составе представлены, организация, которая это проектировала, имеет лицензию, которая находится в базе, мы даем разрешение. Особо обсуждаемой становится тема BIM-моделирования и его внедрения и развития. Простым языком это создание 3D-модели, то есть объемной цифровой здания, его проекта. Чем это удобно? Для экспертов это удобно тем, что экспертизу здания можно провести заранее. Для проектировщиков удобно тем, что, внеся незначительные изменения в проект, он автоматически его подгоняет. Например, изменив одну балку на одном этаже, сразу же она меняется на всех 10 этажах. Достаточно прогрессивная у нас и экспертиза государственная тоже в этом участвует. И BIM-проектирование тоже у нас в Челябинске достаточно активно развивается. То есть мы, если не впереди всех, то их точно в тройке регионов-лидеров. BIM-моделирование не единственный этап цифровизации строительной сферы. Возможно, в будущем все отношения в ней будут происходить именно в цифре. В том числе в 2020 году в России появится некая цифровая площадка, интернет-площадка, на которой будет собрана вся информация по ценам на строительные материалы. И тем самым компаниям строительным будет проще составить мету, подходящую для них, основываясь как раз на этом ресурсе. Егор Хвисюк, Антон Шмаков, ОТВ.